Всем привет, друзья! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! Сегодня я покажу вам три рецепта вкуснейшего мяса, простого приготовления, но оно подойдет даже для праздничного стола. Начнем с приготовления утки, так как в нашей семье утка с яблоками, если не на новогоднем столе, то на Рождественском это точно. Ну и займемся подготовкой самой тушки. Смотрите, я ее обычно на ночь заливаю холодной подсоленной водой, тогда она будет мягкая, без лишней крови и мясо не настолько пресное. Потом вынимаем из воды, просушен обязательно бумажным полотенцем, и добавляю соль, перец, горчицу, у меня не острые. И этим всем натираем утку. Натирать тушку утки нужно со всех сторон, друзья, по этому же рецепту вы можете приготовить курицу, точно так же индейку или же гусь. И оставлю я на полчаса, чтобы утка промариновалась и мясо стало мягким. Тем временем я помыла яблоки и нарезаю вот такими вот дольками. Кстати, если вы любите чернослив или апельсины, можно добавить несколько долек апельсина или же несколько штук чернослива, но это на любителя. Я вам скажу честно, моей семье утка лучше всего нравится с яблоками. Набиваем полностью брюхо яблоками, чем больше, тем вкуснее. Я фиксирую его зубочистками. Отправляю утку в рукав для запекания. И в этот же рукав я отправляю оставшиеся яблоки. Эти яблоки потом очень вкусные. Ну и все, друзья, отправляем сейчас это все в духовку, разогрет до 250 градусов на 10 минут. Через 10 минут уменьшаем температуру до 220 и запекаем еще 20 минут. После стечения 20 минут уменьшаем температуру до 180 градусов и запекаем все еще 40 минут. Вот такой температурный режим, просто идеальный для сочной, но хорошо пропеченной утки. Когда время запекания подходит к концу, я подготовлю соус. Это у меня соевый соус и мед, который я перемешиваю хорошо. Утку вынимаю и разрываем рукав для запекания. В принципе, все готово. Но я хочу создать еще ароматную, карамельную и вкусную корочку. И получившимся соусом нам нужно смазать утку. Вы видите, насколько хорошо утка приготовилась. Она уже начала отходить от кости, но в то же время внутри осталась очень сочной. И в духовку на функцию гриль еще на 5 минут. Корочка румяная, очень аппетитная и уже не терпится попробовать. Перекладываем на блюдо и можем подавать к столу. Обязательно утку нужно подавать с яблуками. Немножко украшаем и все. Просто шикарное блюдо на праздничный стол готово. Готовиться не сложно, но получается очень и очень вкусно. Утка получилась сочная и ароматная. В моей семье это блюдо разлетается просто на ура. Его любят как взрослые, так и дети. Очень интересно на праздничном столе смотрится блюдо из кролика. Берем мясо кролика, которое я уже разрезала на порционные кусочки. Я взяла только задние лапки, несколько кусочков хребта и ребрышки. Так как ребрышки, как по мне, это самая вкусная часть из кролика. Каждый кусочек мяса нам нужно посолить и поперчить по вкусу. Выкладываем это все в форму для запекания. Так поступаем с каждым куском мяса и отправляем в форму для запекания. Мясо у меня уже все в форме. Я же покупаю большой кусочек, чтобы сделать вот такие большие кусочки. В итоге у нас получатся шкварки из бекона. Поверх этого всего выкладываем чеснок. Чеснока я использую в этом рецепте достаточно много. Сливочное масло. Друзья, вы сливочного масла можете и не добавлять, но именно оно придаст необычный сливочный вкус для кролика. Ну и самое главное, это пиво. Именно благодаря пиву кролик размягчится и будет очень-очень нежным и сочным. Заливаю мясо. Кстати, если вы хотите, вы можете заменить это на минеральную воду, на апельсиновый или яблочный сок. Будет тоже вкусно, но уже не то. Поверьте, что проверено. Это все я отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. Это все я отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на полчаса. Через полчаса вынимаем из духовки. И каждый кусочек мяса нам нужно перевернуть. Отправляем обратно в духовку на минут 10-15. И снова-таки переворачиваем. Таким образом я буду переворачивать кролика несколько раз. Это делается для того, чтобы мясо было равномерно приготовлено и подзолотилось, как сверху, так и снизу. Если же вы не будете переворачивать, у вас просто получится снизу хорошо протушенный, так сказать, проваренный кролик, а сверху он просто засохнет. В общей сложности я запекаю все ровно 2 часа. И все, можем подавать к столу. Кролик получается ароматнейший, нежный, он просто тает во рту. Такое мясо отлично сочетается с любым легким салатом, с любым гарниром, но на праздничном столе смотрится тоже красиво, ярко и необычно. Я думаю, что вашим гостям или близким точно понравится такое мясо. Ну и последний вариант это вырезка. Я сегодня использую свиную вырезку, но можно использовать и баранину, и телятину, и все, что вам нравится. Это самый простой рецепт в этой подборке, но он, поверьте, не менее вкусный. Ну и, конечно же, начнем с мяса. Я взяла одну свиную вырезку, солю и перчу, это все по вкусу с обеих сторон. И отправляю на хорошо раскаленную сковороду с небольшим количеством масла. На большом огне обжариваю со всех сторон мяса до золотистого цвета. Нам нужно запечатать все соки. Все, вырезка готова. Я тем временем займусь начинкой. Лук я нарезаю вот таким вот образом и отправляю на сковороду. Пускай жарится, а тем временем я нарезаю яблоки небольшими дольками. Лучше всего в этом рецепте использовать кисло-сладкие яблоки. Лук уже начал золотиться, я добавляю сюда чеснок, прожарю все минутку. Через минуту добавляю яблоки. Ну и обжарим не больше минуты все вместе. Добавлю сюда соль и специи по вкусу. Сегодня у меня это сушеный базилик. И к яблокам я добавляю яблочный сидр. Это все вместе нужно протушить 5 минут. И яблоками соусом заливаем мясо. Я специально взяла небольшую форму по объему, чтобы мясо во время запекания было в этом соке. Ну а яблоки и лучок я оставляю сверху, чтобы все подзолотилось. Ничем не накрываю. Отправляю в духовку разогретую до 200 градусов на 30 минут. Если же у вас это телятина, 20 минут будет достаточно. Говядина или баранина запекайте минут 40. Посмотрите в итоге какая красота у нас получилась. Блюдо очень просто в приготовлении, но оно очень вкусное, необычное, сочное. Рекомендую приготовить такой рецепт. Ну что ж, друзья, вот такую сегодня я для вас подготовила подборку мясных блюд. Я надеюсь, что хотя бы один из этих рецептиков вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик. До новых встреч у вас всегда на канале Вкусно, Просто и Доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы! С наступающими вас праздниками! Да, друзья, моя книга вкусно, просто и доступна уже в продаже. Я очень люблю готовить и радуюсь, когда все съедается до последней крошки. Особенно, когда просят добавки. В этой книге я собрала рецепты, ставшие самыми популярными на моем YouTube-канале. Здесь есть рецепты от моих любимых мамы и бабушки. Наши традиционные семейные блюда, которые готовим на праздники. Посмотрите, здесь больше 100 рецептов. Посмотрите, друзья, эта книга интерактивная. Можно отсканировать QR-код. И вы сразу же перейдете на мой YouTube-канал и на данный рецепт. Также в этой книге есть к каждому рецепту подробные пошаговые фото. Очень красивые фото, сделанные фотофотографами. Точь-в-точь по моим видео. И, как мне сказали в издательстве, съедены с удовольствием. Супер вкусные завтраки, сытные обеды, восхитительные ужины. Ну и, конечно же, сладости, которые вы захотите приготовить немедленно. Домашняя кухня, семейные рецепты. Я использую только простые продукты. А также завтраки для ленивых, консервация без заморочек. Обед, когда все надоело. Выпечка без хлопот и десерты на скорую руку. Переходите по ссылке под видео, заказывайте книгу. А для зрителей моего канала будет скидка 30% по промокоду. В описании я все напишу. Доставка этой книги есть по всему миру. Спасибо вам, друзья, за поддержку. Заказывайте, мне будет очень приятно. Я думаю, что вам тоже понравится такая работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова